Здравствуйте любители шашек! Присаживайтесь поудобнее, сейчас будет большое видео. Поговорим о дебюте кол-угловик. Он может выходить с таких ходов как CD4BA5, DC5 поставили кол, FG5, BC3, GH4, GF4, GF6, CD4, FG5 и уходим в уголок CB6. АБ4, БА7. Либо с таких ходов как CD4, FG5, BC3, GF6, CB4, АЖ7. И здесь лучше ставить на поле C5, иначе черные могут поставить на поле F4, BC5. Атаковать шашку C5 нельзя из-за комбинации GH4. Бьют DE5 и бьем в дамке. Поэтому уходят на GH4, тогда АБ2, БА5, GF4 и выходит уже нам знакомая позиция. У черных возникает вопрос, с какой стороны связать этот мощный центр. Если будут связывать со стороны коловой шашки CB6, то преимущество за белых. Можно также поменяться на G5. Если будут нападать, защищаемся. Меняются HG3. И получается колонками как ED6 и BC5, черные выравнивают позицию. Но есть еще сильный размен FG3. Теперь белые хотят пойти на поле H4, так как у черных нет колонок. И им практически ходить уже будет некуда. Надо играть FG5, нападаем, GF6, BC3. И надо меняться ED6. Иначе, если играть BC7, то белые нападают и комбинации не проходят, GF4. Мы бьем на G7, ED6, бьем на E7, B2 и атакуем шашку F4. GF2, HG7, FG3 и забрали шашку. Поэтому меняется ED6. И проводим такой маневр, как DE5. Ставим рожон. Нужно бить на B2. Мы бьем на A3. И у черных есть несколько ничьей. Как показывает практика, некоторые проводят комбинацию DE7, потом DE5 и BC5. Но, как правило, в практике проигрывают. Есть AB4. Если бить одну, то черные жертвуют шашкой BC3 и нападают. BC5 жертвует еще одной шашкой и бегут в дамки. Несмотря на две лишние шашки, позиция ничейная. Лучше побить две шашки и пойти GF2. У черных два пути. Либо BC7, либо BC5. Одно и то же. На BC5 FE5. Нужно играть в BC7, иначе мы поставим дамку и заберем шашки. FE7, CD6. Ставим дамку. Размен DC3. Ходим на A5, чтобы не могли пойти в дамки. И точными ходами черные должны сделать ничью. То есть, в любом случае преимущество за белых. Также ничья есть после хода DC5. CB4. И играют в BC7. Для того, чтобы белые не могли быстро прорваться в дамки. Такая ничья, как DE7. И без шашки быстренько проходят в дамки с ничьей. Но если мы будем ждать АЖ3, АБ4, GH4, БА3, FG5. Бегут в дамки. И отбрасываем. И если нам удастся провести все три шашки в дамки, то есть хорошие шансы на победу. Ну а так, позиция ничейная. В любом случае, связывать со стороны коловой шашки CB6 нежелательно. Черным. Надо играть FG5. На FG5 мы уходим в уголок с разменом CB6. И атаковать шашку нельзя. Так как стоит комбинация FE5, EF4. И позиция выигранная. Играют АБ4, БА7. Если нападать БА3, сохранять центральную позицию с коловой шашкой, то черные могут поменять эту коловую шашку и блокируют наш фланг. Здесь уже немного надо быть точным белым. Потому что хочется пойти ДЦ3, ДЦ7, СД4, СБ6. И с шашкой С1 уже ходить нельзя. Например, если CB2, то БЦ5 не дают нашим шашкам выйти. На БЦ3 CB6, СД4, БА5, ЕД2, БА7. Ну, ДЦ3 просто связали же F6 все шашки. На ДЕ5, ДЦ5, ДЦ3, АБ6, АЖ3, СБ4. Ну, ЕД6 выходить нельзя. Мы видим, что тут простая комбинация. БЦ5. А если играют СД4, то жертвуют шашкой ЖФ6. Меняются БЦ5, чтобы было опорно, не могли пройти в дамки. Ну, и выигрыш. ЖФ4, БЦ3, ФЕ5, СБ2, ЕФ6. Ставят дамку. Жертвуют шашкой и идут в дамки. Черные жертвуют АЖ3. Отдают дамкой. Бьют на Д2. И получается уже распутье. На ЖФ6, СД6. Хотим забрать шашку, СБ2. Идут в дамки и СБ2. И шашка стоит на распутье двух дорог, куда не поставь проиграв. Также можно пойти и ЕД2. Примерный план ДЦ5, СБ2, ЖФ6, БА3, ФЕ5. Бьем на Б4. Три бить проиграно, так как центр бьет 2. ДЦ3, ЖФ4 бьет назад. И позиция ничейная, 5 на 5. Ну а если в этой позиции играть до Е5, то БЦ7 могут закрыться. Тоже могут создать проблемы. СБ2, АБ4. И тут нужно поменяться назад. С целью жертвы временной шашки. СД2, АЖ3. Иначе мы хотим пойти в ЖФ2 и отыграть шашку. На АЖ3 меняемся. СД6 бьем, нападают. Отходим. Могут поменяться назад. И позиция ничейная, 3 на 3. Таким вот образом. Получается, нападение БА3 не самое лучшее. Лучше уйти в уголок БА7. Теперь на БА3 рассмотрим в этом видео ход БЦ3. ЕД6 строит колонну. Выходим в центр. И у черных напрашивают сход ФЕ7. Все остальное плохо. Например, на ЖФ6 комбинация ФЕ5, ФЖ3. На размен ДЦ5 надо выходить на поле Е5. И черным нужно меняться 2 на 2. И с активной позицией у белых, так как у черных 2 бортовые шашки. А наша бортовая А7 не такая уж и плохая. Ну а если не будут меняться 2 на 2, а захотят как-то заострить, например, АБ4, потом пойти до Ц7 и грозить комбинации, использовать нашу шашку А7, то они проиграют. У нас есть сильный размен. На Д4. Теперь, если будет играть ДЦ7 и грозить комбинации, то мы меняемся на Ц3, построив ударную колонну. И на ФЕ7 меняемся АЖ3. И стоит с двух сторон угроза. И с выигрышем. А если, например, мы меняемся и ходят ФЕ7, тогда выигрыш с помощью размена также на Ц3, уже мы посмотрели, что ДЦ7 проигрывает, меняются назад. Позиция выиграна, так как у белых центр. ЖФ2. Ну, примерный план. ЕФ6, ЦД2. ФЖ7, ДЕ3. ЖА6, АЖ3. ДЦ7, ЖФ4. ЦД6, размен назад. ФЖ5, ДЕ5. И тут сейчас будет красивый выигрыш. Жертвуем шашкой ЦБ4 и ставим дамку. И получается самоограничение, где собственная шашка мешает друг другу отойти. Поэтому размен ДЦ5 тоже пассивный. Ну и, соответственно, играть ДЕ7 также нельзя из-за размена ФЖ3. И тут будут у нас очень красивые комбинации. Например, на нападение ЖА4 ДЦ3 строим мостик и проводим простую комбинацию. ЦБ4 и бьем на поле Е1. Если играют ЕФ6, либо меняются ЦБ6, то мы нападаем ЖА4. И когда закрываются, проводим разгромную комбинацию. ЦБ2, ДЕ5, бьем на Д8, бьют на Ж5 и бьем 3 шашки. Ну а если играют ЕФ6, то вторжение на Е5 и давим мощным центром. ФЕ7, ЖФ2, ЖА4, АЖ3, ФЖ5, ЖФ4, ЕД6, ДЦ3. Черным ходить некуда. Поэтому в этой позиции нужно играть ФЕ7. Тогда мы вторгаемся на поле Е5. И также у черных есть два плана. Третий план ЕФ6 нападение проигрывает. Из-за АЖ3. Серия разменов. Строим мостик с угрозой. На ЦД6 ЕФ4. ФЖ5 напали. И та же самая идея. Жертвуем шашкой ЦБ4, ставим дамку, и черным ходить некуда. Все проигрывает. Часто встречается жертва АБ2 и нападение ЕФ6, ввиду того, что убрали опорную шашку. Ни в коем случае нельзя проводить комбинацию. Она невыгодна за белых. Так как дамка ловится. АЖ5. Нужно смириться и вернуть шашку ДЦ3. И после разменов до Е5 позиции выравниваются. Есть такой план. Также играют и ДЦ5. Тогда ДЦ3. Комбинации никакие не проходят. В партии Кустарёв-Мишев играли ЕФ6. Очень слабое нападение. Из-за ЦД4. Теперь на ЦБ6 размен ЕД6. И как-то надо играть ДЦ7, чтобы поменять шашку. Тогда снова у нас этот размен ФЖ3. И снова мы будем грозить красивыми комбинациями. Например, на нападение ЦД6 ЖАС4, ЦБ2, ДЕ5. Уже нам знакомы комбинации. Получается, что нападать ЦД6 нельзя. Но и нападать ЖАС4 также нельзя. Из-за ФЕ5, ЦД6 и бьём 4 шашки. Поэтому ЦБ6 проигрывает сразу. Если играют ЦБ4. В партии было ЦД2. Но также можно было сыграть и ЕД2. На ЕД2 такой план. ДЕ7, АЖ3, ЕД6, ЖАЖ2. Такая комбинация ДЦ5. ЦБ6. Жертвуем шашкой и ставим дамку. Чёрным нужно быть точным. Отходят до Ц5. Ставим на большую дорогу. И нужно отдать эти две шашки. Иначе уже будет проигран Энчпиль. В Ц3 мы бьём 2. Ставим дамку. Бьём. И жертвую дамкой. ЕД2. И получается такой ничейный Энчпиль. Но также он выгоден для белых. Но в партии сыграли ЦД2. Тоже сильный ход. ЦБ6 меняются. ДЦ3. И сделали роковую ошибку. Сходили БЦ7. Ничью ещё можно было сделать после хода БА5. Тогда ФЕ5. Жертвуют шашкой. Бегут в дамки. Достаточно сложная позиция. ЕД6. Ставят дамку. Отходим. Откидывают назад. И АБ2. Примерный план АБ6. Сохраняем петли, чтобы не могли наши шашки забрать. С1. С1. СД6. Нападают. Жертвуем шашкой. И ставим дамку. Тут проще всего сделать ничью ходом ЖФ6. Д5. Меняют шашку. Также преимущество за белых в этом Энчпиле. Но могли сделать такую ничью. Но в партии Кустарев-Мишев сыграли БЦ7. И этот ход проигрывает. ЕД2. СД6. И красивая жертва. СБ4. И ДЦ3. Ввиду того, что безупорные шашки пять штук стоят на одном месте. БА5. Поменялись. СД4. И черные сдались. Ведь не спасают жертвы АЖ3. И СБ6. Тогда мы проводим комбинацию ДЕ5. Если ставить дамку, то дамка сразу ловится. ЖФ2. И с выигранной позицией. Поэтому нападать ЕФ6 слабо. Нужно играть ЕД6. На ЕД6 лучше напасть СД4. Также можно сыграть и СБ4. Но будет размен. СД4. Также преимущество за белых. Лучше бить две. Иначе бить назад позиция разменивается. Если бить две, бьют две. БЦ5. Серия разменов. Ну и получается активная позиция за белых. Но ничья у черных есть. АЖ5. Точный ход. Ну и примерный план. ЕФ2. БА7. ФЖ3. ЖА4. ЖФ4. СБ6. СД6. Меняется БЦ5. СД2. СБ4. ЕД4. БА3. ДЦ3. И прорываются в дамки. И будут атаковать с тылу на эти две шашки. С ничьей. Поэтому в принципе очень неплохой ход СБ4. С преимуществом. Но лучше конечно сыграть СД4. На СД4 нужно отходить и нападаем. Теперь ход ДЕ7 проигрывает из-за жертвы шашки и ФЖ3. Ставим дамку и бьем две. Позиция проиграна из-за черных. Ну БЦ3 конечно же тоже нельзя ходить. Остаются без шашки. Значит нужно ходить ЖФ6. Жертвовать шашкой. Бьем на Ж7 бьют на Ф8 и у белых лишняя шашка. Но ничья у черных есть. Например БЦ3 ходить нельзя. сразу бежать в дамки. Так как сходка в пользу белых. Возвращаем шашку ЕД4 становится поровну и ЕД2. Не даем выйти на нашу территорию и на СД6 размен на Ж3 бьем на Е3 ДЦ5 ДЦ3 ФЕ7 АЖ3 ЕД6 ЖАЖ4 жертвует шашкой ДЦ5 просто нападаем АБ6 жертвуем шашкой ставим дамку грозим разъединить эти сдвоенные шашки отдают ДЦ5 БЦ3 тут на самом деле ну чуть ли не 5-6 может выигрышей но самый простой я считаю поджертвовать шашкой АЖ7 и напасть уходит на Д2 и снова нападаем с выигрышем получается сразу идти в дамки нельзя можно пойти и СД6 скорее всего тоже ничья но лучше пойти ФЕ5 тогда у белых тоже два плана например можно и ЕД2 пойти на СД6 АЖ3 ДЦ5 ЕФ4 возвращаем шашку ЖФ4 ФЕ5 меняются ФЕ3 БЦ3 размен занимаем центральное поле ЕД6 СД2 СБ4 ЖФ2 БА3 ДЦ3 ДЦ5 ФЕ3 прорываются в дамки и с ничьей но можно пойти лучше АЖ3 теперь этот план уже не пройдет если сходят если сходят СД6 мы уже не будем ЕД2 играть мы можем пожертвовать точнее вернуть шашку ЖФ4 и выйти на поле Д4 теперь ДЕ5 ДЕ5 БЦ3 тут такая сложная ничья забираем шашку идут в дамки ставят закрываемся меняемся на Ж3 уходить с большой дороги ну ну нежелательно лучше пойти на А1 и получается что ЖФ4 выжидают АЖ5 ждут и СД2 АБ2 ФЖ7 ставят дамку ЕФ6 и нужно бить на Ф4 иначе дамки ловятся ФЕ7 и получается ничейная позиция но если вместо шашки Е3 была бы дамка то позиция выигранная на этот Эншпиль ссылка тоже будет в описании так получается на СД6 жертва ЖФ4 очень сильная но если играют БЦ3 тогда ЕД4 бегут в дамки ставят дамку жертвуют шашкой и тоже идут в дамки посмотрел несколько партий черно выбирают два плана либо откидывают шашку нападают закрываемся АЖ5 ЦБ6 уходит на АШ8 чтобы были трамплины ЕД2 ЖФ4 нужно бить только две ДЦ3 грозим поймать жертвуют шашкой и нападают ФЖ5 АЖ3 БЦ7 ЖФ6 жертвуют шашкой и нападают и позиция ничейная так как шашка Д4 не сможет пройти в дамки на нее будет все время оказывать давление этот Эншпиль тоже желательно знать второй план это жертвуют дамкой чтобы побить две шашки тогда ЕД2 ЦД6 ДЦ3 у черных опять два плана ДЕ5 ничейный ДЦ5 проигранный на ДЦ5 выигрывает ФЕ3 АЖ3 ЦБ4 ЖФ2 бьем жертвуем шашкой и ставим дамку на ДЦ5 цепочка жертвует шашкой БЦ3 уходим на А6 и уже снова распутье куда не ставь дамку проигрыш поэтому нужно играть ДЕ5 на ДЕ5 ходим ФЕ3 ну соответственно назад меняться нельзя мы ЦД4 выйдем да позиция выигранная да выигранный Эншпиль будет поэтому лучше играть АЖ3 нападаем ну соответственно ЕФ4 мы ЦД2 закроем все шашки нужно жертвовать ЖФ2 бьем ставим дамку ЦД4 ну и с ничейным окончанием но преимущество за белых ну кто досмотрел до конца обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал